Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» и очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова. Роза Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Роза Михайловна, отрасль культуры сейчас, так же, как и многие другие отрасли, пребывает в затруднительном положении. Все-таки коронавирус на эту сферу оказал достаточно заметное влияние. Хотя бы одно то, что большинство предприятий культуры, организаций культуры не работают. Нет зрителей, нет доходов. Как выживаем? Действительно, это такая ситуация с нами впервые. Вот такой долгий творческий отпуск большого количества наших коллективов и артистов, и не только театральных и концертных организаций, но и всех учреждений культуры. Это впервые в нашей практике, в нашем опыте. Слава Богу, что правительство Российской Федерации и Чувашской Республики, конечно, предприняло все необходимые меры для поддержки таким коллективам. Первое и главное – это, конечно, заработная плата работников искусства, культуры, целиком, полностью сохранена. Все фонды оплаты труда наших подвинутых организаций в полном объеме сохранены, и все наши работники получают свою заработную плату. К сожалению, конечно, сократились значительно объемы деятельности наших организаций, и, исходя из этого, и внебюджетные доходы, и те средства, которые они привлекают от своей деятельности, они действительно значительно сократились. И, вероятно, мы в конце года постараемся, если все сложится хорошо, как-то возместить эти выпавшие доходы, собственно, от своей деятельности. Но, если не получится, то будем стараться в будущем году возметить эти выпавшие наши доходы. Сейчас Министерство финансов Чувашской Республики значительно оказывает поддержку нашей отрасли, и при формировании бюджета будущего года какие-то первоочередные расходы, вероятно, нам придется все-таки запросить из бюджета Чувашской Республики, чтобы наши организации не оказались совсем в затруднительной ситуации. Ведь эти ограничения потребовали от наших организаций, честно говоря, по-другому вообще посмотреть на свою работу, посмотреть свои архивы, подумать о том, что мы можем сделать в этой ситуации. И это потребовало осмысления творческого, осмысления самой этой ситуации. И сейчас практика показала, что онлайн-репетиции вполне возможны, онлайн-концерты вполне возможны. 75-летие победы в Великой Отечественной войне, которая сейчас состоялась как раз во время этих ограничений, как раз показала, что все наши творческие коллективы подготовили прекрасные концерты. Вы их показали на национальном телевидении в том числе. Они в онлайн-режиме на сайтах наших организаций есть. Мы на сайте Министерства культуры создали специальный баннер, где сложили все эти фильмы, концерты, приветствия и так далее. Прекрасно прошла акция «Бессмертный полк», когда семьи, дети обращались еще раз к памяти своих предков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, еще раз рассказали в онлайн-режиме о своих дедах и прадедах. Мне кажется, что этот период времени, тот вызов, который мы получили, мы справились с этим. Сейчас вы можете наблюдать на сайте нашего министерства. Мы сейчас представляем небольшие отчеты о том, сколько, какого рода материалы были выложены на этом сайте. Но, к сожалению, при всем при этом, надо честно признать, что онлайн эти формы не могут заменить живого общения с произведениями. Интернет обеспечит зрительскую аудиторию, но не обеспечит отклик и обратные связи. Это невозможно передать то впечатление, которое ты получаешь. Энергетика зала все-таки утеряна. В концертном зале музыкальное произведение, спектакль, живая непосредственная реакция при просмотре, скажем, спектакля, она несравнима с тем, что ты видишь, скажем, по экрану. На днях состоялось заседание Высшего экономического совета, на котором была принята комплексная программа развития Чувашской республики на период 2020-2025 год, то есть на ближайшие пять лет, предложенное временесполняющим обязанности главой Чуваши Олегом Николаевым. Вот культурный блок нашел очень такое хорошее отражение в этой программе. Что в первую очередь для себя, как для руководителя отрасли Вы наметили? Какие, может быть, точки, какие акценты расставили? Вот действительно мы принимали участие в разработке этой комплексной программы социально-экономического развития республики вместе с муниципальными районами, вместе с экспертами, которые работали, представили свои предложения, свой взгляд. Что-то было поддержано, что-то было не поддержано, но мы действительно приняли активное участие. Олег Алексеевич Николаев поставил перед разработчиками программы, перед министерствами задачу таким образом, чтобы программа была, во-первых, комплексной, а во-вторых, чтобы она была конкретной и реальной. Рабочей. Совершенно верно. Была бы рабочей программой для воплощения, для ближайший период, пятилетний. И именно исходя из этого и был составлен этот раздел. Прежде всего, конечно, мы посмотрели на программу развития культуры с точки зрения укрепления материально-технической базы наших учреждений. Они действительно, особенно в муниципальных образованиях, все еще требуют внимательного к себе отношения. Было время, когда четверть зданий сельских домов культуры требовала капитального ремонта, находилась в аварийном состоянии. Сейчас эта цифра меньше, она составляет 11%, но и все-таки десятая часть зданий требует капитального ремонта и реконструкции. Поэтому была предложена программа, в которой мы попросили вернуться еще раз к теме продолжения капитальных ремонтов и реконструкции этих зданий. 96 объектов культуры туда включены. Они потребуют сейчас ремонтных работ. Главная проблема сейчас заключается в том, что об этом написано в программе. Главная проблема сейчас в том, что при вот этой потребности в обновлении, реновации этих зданий отсутствует проектно-смертная документация и положительная экспертиза на все эти виды работ. Поэтому муниципалитеты сейчас прежде всего должны заняться именно этим вопросом. А это тоже большая работа, это плановая, очень серьезная работа. Ее надо провести, потому что без этого этапа невозможно приступить к реконструкции. Если мы будем говорить об объектах культурного наследия, то объекты культурного наследия у нас действительно двух категорий. Есть объекты федерального значения, их 45. И все остальные это объекты, 176 объектов культурного наследия археологического, археологические памятники. И все остальное это объекты республиканского значения. Вот среди объектов культурного наследия у нас предстоит огромная работа, конечно. Прежде всего... То есть я так понимаю, что по масштабу это даже больше, чем просто ремонт и реконструкция учреждений культуры. Она сопоставима. Сопоставима. Сопоставима, да. Вот объекты культурного наследия сегодня, мы первоочередной список объектов культурного наследия, требующих первостепенного внимания, составили этот список, это 92 объекта. На разработку проектной смертной, научно-проектной документации, историко-культурную экспертизу составлен список из 92 объектов. Они требуют первоочередных мероприятий. Для этого требуется 170 миллионов рублей для проектирования. Только на проектирование. Только на проектирование. Но весь объем реставрационных работ потребует 1,8 миллиарда рублей. Роза Михайловна, это то, что касается ремонта и реконструкции действующих учреждений культуры. На нашей территории культуры появятся новые объекты. Они запланированы? В перечень включены сельские дома культуры, строительство которых просто необходимо для муниципальных образований. Представлены эти заявки. Необходимо построить здание национального лицея для одаренных детей. Эту тему ставит национальная интеллигенция уже давно. Проектно-сметная документация разработана и прошла она экспертизу. То есть, по сути, полдела уже сделано. Да. И нам необходимо включить эту программу, этот объект и федеральную инновационную программу. Помимо мероприятий, связанных с укреплением материальных, технической базы, нам, конечно, важно поддержать развитие профессионального искусства как такового в Чувашской республике. Развитие профессионального искусства всегда будет являться приоритетом номер один в республике. Так должно быть. Потому что вы согласитесь с тем, что восприятие нации всегда связано с высшими достижениями современного поколения творцов. Это музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное. Но, к сожалению, здесь у нас накопились большие проблемы. Даже если мы построим издание и проведем большую работу по укреплению материально-технической базы этих наших учреждений, надо думать прежде всего о том, какие произведения мы будем создавать. Современное поколение композиторов, художников, артистов, режиссеров, они должны получить всемирную поддержку. Мы сейчас ставим вопрос стратегии развития нашей отрасли, с которой мы выступили на совещании у Олега Алексеевича Николаева. Мы сказали об этом, что просто остро необходимо сегодня восстановить практику государственного заказа на создание крупных произведений, музыкальных произведений. Надо приобретать работы художников для фондов двух наших государственных музеев – Чувашского государственного художественного музея и Национального музея. Последний раз, когда Чувашская республика заказывала крупное музыкальное произведение, это был 1998 год, Александр Васильев тогда получил заказ на написание оперы Иван Яковлев. Опера была написана, она была поставлена на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета. С тех пор опера в Чувашской республике не писалась. Но помимо этого, конечно, нужны произведения и камерные инструментальные произведения, нужны симфонические произведения. Они должны быть написаны, они должны быть приобретены музыкантами. Если бы это касалось именно вас, если бы вы были композитором, какую бы оперу вы бы написали? Ну или какую бы оперу вы бы предпочли увидеть на сцене нашего театра? Я, например, вижу, что мы должны заказать рок-оперу Биакинфе Бичурине. Потому что фигура Биакинфе Бичурина в искусстве современном, она просто требует того, чтобы вернуться к истории жизни, к его вкладу, к этой трагической судьбе. Обязательно, к ней надо вернуться. И я вижу, что это могла бы быть рок-опера или опера. Учитывать ведь нужно еще то, что если это будет такое произведение, там же будет такая смена сцен. Это, может быть, и Чувашская деревня, где он рос и вырос. Санкт-Петербург, где он образовывался и встретил выдающихся людей своего поколения. Это Китай, в котором он работал многие годы своей жизни. И даже сама трагическая судьба, конечно, просто требует того, чтобы вернуться к ней. И я думаю, что есть способное современное поколение людей, которые могли бы написать это либретто. Вот тот опыт, который мы видели, одно из самых значительных произведений, которое было создано в ближайшем прошедшем десятилетии, это рок-опера Нарспи Бориса Чендокова и Николая Аниловича Казакова. Мы имеем дело очень способным поколениям деятелей искусства нашей Чувашской республики. Они имеют право получить сейчас вот эти заказы, активно работать, писать, создавать конкуренцию сами внутри своего цеха. И мы должны проводить огромное количество конкурсов на размещение этого государственного заказа, заключать с ними контракты, выходить уже на, собственно, производство вот этих вот произведений на сцене. Поэтому это просто очень серьезная задача. К сожалению, многие годы, примерно, наверное, 25-30 лет вообще мы не закупали произведения наших художников для фондов наших музеев. А между тем, вот в этом году наша экспозиция нашего художественного музея экспонируется в Третьяковской галерее. Я сама просто своими ушами слышала отзывы экспертов о том, что уникальная коллекция русской живописи собрана. То есть вот каким образом в то время удалось? То есть у нас действительно там столько имен, такие авторы? Вот только благодаря тому, что в одно и то же время сошлись два важных условия для этого, они были созданы. Во-первых, государство тогда финансировало целевую программу приобретения работ картин для фондов Чувашского государственного художественного музея. Это первое. Второе, тогда были люди, в особенности Николай Иванович Садюков, главный хранитель, потом директор Чувашского государственного художественного музея, который просто точечно, очень профессионально, очень заинтересованно, огромным вниманием просто лично этим занимался. И тогда были приобретены работы, которые обогатили эти фонды вот таким образом, что и сегодня, и завтра, и послезавтра, и многие десятилетия позднее новые поколения людей будут просто доставать эти работы из фондов и показывать новым поколениям зрителей эти работы. Вопрос теперь о том, что мы будем показывать через 50 лет зрителям о том, чтобы в 90-х годах XX века, в начале XX века, что мы будем показывать. Ведь история Чувашской республики прошла очень интересный путь. Я вижу, что истекший век – это век культурного строительства. В течение этих 100 лет были построены и театры, концертные организации, созданы коллективы. Это было такое мощное поступательное развитие нашей республики. Все эти этапы, эти дни, это созидание, эти стремления людей создать вот такую красивую республику – это все отражено в работах художников. Только художник может видеть особым взглядом, что с нами сегодня происходит. И всегда важен взгляд современного художника на события, которые происходят именно сегодня. Это всегда интересно. Это самое главное. Когда мы обсуждали стратегию развития республики, привела, например, работу Александра Михайловича Федосеева «Туман и люди». Это работа 90-х годов. В этой работе во всей остроте и глубине как-то отразилось все то, как мы пережили эти 90-е годы. Очень трудно мы это пережили. Это было очень непростое время. И мы должны вернуться к этому времени. Потому что в это время наши профессиональные художники, выдающиеся, талантливые чувашские художники писали эти работы. Именно об этом и идет речь нашей стратегии. О том, что мы первоочередным образом должны поддержать современное поколение творцов. Создать им условия для создания новых произведений. Приобретать их для интересов развития нашей Чувашской республики и нашего общества. Роза Михайловна, год уже, как мы работаем и в национальном проекте «Культура», который тоже точно так же направлен на развитие изобразительного искусства, художественного, прозы, поэзии. В общем, всех направлений искусства. Каким образом комплексная программа развития Чуваши и нацпроект «Культура» перекликаются и дополняют друг друга? Они, конечно, вы совершенно правильно отмечаете, что они перекликаются и дополняют друг друга. Общий объем финансирования по национальному проекту «Культура» в Чувашской республике на ближайшие годы составит 875 миллионов рублей. Значительная часть из них будет направлена также на укрепление материально-технической базы наших учреждений «Культура». И они будут касаться сейчас, эти мероприятия. Например, реконструкция Чувашской государственной филармонии в том числе ведется с использованием средств федерального бюджета из национального проекта «Культура». Мы сейчас направили заявку для начала реконструкции здания Чувашского государственного театра оперы и балета. Там есть необходимость проведения реновации этого здания, замена всех систем в здании, начала работ по модернизации сцены и зрительного зала и ряд других объектов, в том числе строительство сельских домов «Культура», создание модельных библиотек, развитие кадров, создание виртуальных кинозалов и так далее. То есть речь идет, допустим, в отличие от тех времен, когда приходилось деньги из одного источника делить сразу же там на всех, то теперь на один объект средства поступают из разных источников. То есть кумуляция всех усилий. Да. Слава Богу, у Министерства культуры Российской Федерации, в целом бюджет Российской Федерации, нашли средства на реализацию национального проекта «Культура». Это была мечта. Долго мы ждали, потому что наши коллеги из других социального блока уже давно реализовывали национальный проект, скажем, образования, травоохранения и так далее. И дошла очередь и до культуры, и слава Богу. Вот опыт, который нам удалось накопить за последние полгода работы в новых условиях, ну, в частности, во время пандемии, все-таки несколько таких ярких проектов уже состоялись. Это вот такие, так называемые, уличные выставки, когда арт-объекты из фондов каких-либо учреждений культуры экспонируются, просто находятся в общем доступе. Что еще, на ваш взгляд, не просто можно, но и нужно оставить в практике, даже после отмены всех этих ограничительных мер и условий? То есть что из наработанного вы хотели бы сохранить? И как вы считаете, что еще может развиться? Опыт, демонстрация картин, работ из фондов наших государственных музеев на улице, под открытым небом, как мне кажется, этот опыт необходимо, конечно, продолжать, потому что он всем понравился. Мне кажется, что вот найденные технологии работам в онлайн-режиме, театрам, государственным организациям, также просто необходимо продолжать. Я думаю, что театрам вполне было бы возможно и реально иногда показывать, устраивать онлайн-показы своих спектаклей, может быть, даже и премьерных спектаклей, сделать онлайн-репортажи с репетиционных своих дней, так сказать, генеральных репетиций, обсуждений и так далее. Потому что это всегда интересно, как работает театр, посмотреть на это изнутри. Это тоже очень важно. Я думаю, что наши уважаемые коллеги продолжат, конечно, найденные формы работы, и более того еще и найдут новые. Я в этом не сомневаюсь. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Роза Лизакова. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова